Привет! Красивые кадры. Это Турция, Алания. Сегодня мы будем говорить с вами о Турции, а точнее о том, как Турция изменила порядок получения ВНЖ. Для того, чтобы эта информация вам воспринималась позитивно, хоть она и грустная, я поставлю как раз такие красивые кадры из Турции. Вы посмотрите, понаслаждайтесь и послушайте, и сделайте для себя определенные выводы. Хочу сразу сказать, что данные правила не относятся к тем, кто хочет получить ВНЖ, и у них есть свое собственное жилье. В Турции. Таких, ребят, правила новые не касаются. Почему я считаю, что я должен озвучить эти правила, так потому что мы прожили в Турции два месяца, ноябрь и декабрь в том году. И тогда мы решали, получить нам ВНЖ или не получить на ВНЖ. Дело в том, что у меня заканчивался загранпаспорт, его можно было получить через Анталию, это просто очень долго. Плюс нам не хватало документов апостелированных, это тоже можно было сделать через Анталию, но это, короче, геморройно. И мы решили не делать, плюс у нас не было там машины, а без машины нам путешествовать проблематично, как у нас строят детей. В итоге мы решили улететь, подготовиться как следует и прилететь получить ВНЖ. В итоге вы сами знаете сейчас, что произошло, что сейчас происходит, и все, совершенно все изменилось. Но те из вас, кто захочет прямо сейчас уехать туда и получить ВНЖ, слушайте. Погнали. Итак, как теперь получить туристическое ВНЖ первый раз, прибывшим в страну? Они очень долго муссолили, на протяжении, наверное, месяца или полтора. Так, что же сделать и что же новенькое ввести? И вот ввели. Слушайте. Наконец-то стала проясняться процедура оформления вида на жительство для тех, кто первый раз приехал в страну и будет снимать здесь квартиру. Первичный ВНЖ по аренде будет выдаваться сроком на полгода. Представляете, друзья? То есть раньше, буквально два месяца назад, вы могли получить, и мы могли получить ВНЖ на год, либо на два. Зависит, сколько мы попросили бы, или вы сколько бы попросили. А сейчас только на полгода. На полгода. Это всего лишь шесть месяцев. После чего икомет можно будет продлить на год, все так же по аренде. Или на два уже при покупке жилья. Ну, например, вы пожили полгода, купили себе жилье, и далее первый икомет вы продлеваете уже на два года. Сейчас я вам расскажу поподробнее про стандартный пакет документов. К нему нужно тоже подготовиться еще, когда вы будете находиться в России. Первое. Это паспорт с копиями, нотариально заверенным у турецкого нотариуса. Договор аренды заверенный также у нотариуса по их шаблону. Что касается договора аренды. Когда вы ищете себе жилье, обращайте внимание на то, что вам нужна квартира, которую задают под ВНЖ. Так как не все квартиры сдают под ВНЖ. На это обращайте внимание. Далее, медицинская страховка. Страховки бывают разные в Турции. Выбирайте, какая вам понравится. Но помните одно, что самая дешевая страховка много чего не покрывает. Далее, фотографии. Фотографии можно сделать прямо возле здания, где получают ВНЖ. Там есть эти пункты. Заходите, оплачивайте и делайте. Далее, заполнена анкета сайта миграционной службы. Ну, здесь ничего сложного нет. Турецкий налоговый номер. Опостиль на все свидетельства. О рождении для детей, о браке, о разводе. Вот здесь этот пункт как раз. Его можно сделать через Анталию, если вдруг у вас нет с собой. Но это очень сложно и геморройно. Лучше всего позаботиться об этом, когда вы будете находиться еще в России. Апостилировать все документы и уже с этим переехать в Турцию и подать на ВНЖ. А теперь мы с вами переходим как раз в самое новое. В самое сок и в самое грустное, что они сделали. Слушайте. Представляете, теперь, когда вы подаете на ВНЖ, вам нужно будет открыть счет в турецком банке. И пополнить его на сумму 39 тысяч турецких лир. Это для взрослого и 19500 турецких лир на ребенка. То есть, представляете, вот, например, у меня семья из пяти человек. Я Настенька и трое детей. У нас на счету, на момент подачи на ВНЖ, должно лежать, на турецком счету, подчеркиваю, на турецком счету, должно лежать 1 миллион 95 тысяч рублей. Я думаю, что далеко не у каждого есть такие деньги, чтобы получить ВНЖ. Что думаете по этому поводу вы? Далее. При продлении ВНЖ по аренде, неважно какой по счету раз, на счету должно быть 6500 турецких лир на взрослого и 3250 турецких лир на ребенка. Вот эти цифры, куда бы ни шло, то есть 50 с копейками на ребенка, это, я считаю, по курсу 8 округлили по 8 рублей. Это еще допустимо. Такие деньги можно найти, можно положить, чтобы они там лежали. Но если первый раз, это, конечно, огромные. Данная сумма должна пополняться ежемесячно. То есть, скорее всего, банки будут отслеживать у вас эту сумму. И если ее не будет хватать, ну, я не знаю, наверное, они что-то звонить вам будут или как-то оповещать вас об этом. Пока непонятно. Хочу обратить ваше внимание на то, что данные правила могут меняться. Да, это те правила, которые сейчас вроде устаканились и какое-то время будут существовать. Но, возможно, их и поменяют. В зависимости от местонахождения могут попросить донести те или иные документы. Поэтому, если вдруг вам позвонят, сделают запрос на электронную почту, то не удивляйтесь. Это просто такая процедура, что нужно что-то поднести. Для владельцев недвижимости и для семейных ВНЖ ничего не поменялось. Вот такие вот правила. Я не знаю, что даже сказать. На самом деле грустно. Что скажете вы им? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень приятно. Интересно почитать ваше мнение. Ну, а также будет приятно почитать опыт уже тех, кто получил ВНЖ по новым правилам. Конечно, сейчас таких мало людей, потому что вот эти правила, которые прям строго регламентируют даже монету на счету, они появились вот прям изо дня в день. Поэтому я вам об них делюсь. Но если вдруг такие ребята уже есть, которые получали, когда они все рассматривали, там все было непонятно, то, конечно, напишите тоже, как у вас все это дело прошло. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь данным видеороликом. Всем спасибо, что посмотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok